всем добрый день я рада приветствовать вас на моем канале сегодня будем готовить шоколадные шары с очень вкусным наполнителем у меня это будет зефир для шаров нужно сначала растопить белый шоколад я его хочу подкрасить немного синий цвет и вы знаете краситель можно добавить прямо сейчас тогда он быстрее расходится добавляю чуть-чуть если нужно будет добавлю еще для шоколада нужно брать только жирорастворимые красители шоколад у меня растопился получился вот такой вот нежно-голубой цвет для этого десерта желательно темперировать шоколад я буду темперировать при помощи какого масла вот такого мелкого помола но если вы не хотите заморачиваться с темперированием можете купить не шоколад а кондитерскую глазурь вкус конечно же будет очень сильно отличаться но зато вам не нужно будет его темперировать для темперирования шоколад сейчас нужно остудить до температуры 34 градуса цельсия это можно делать просто вот так стоять и помешивать или периодически подходить перемешивать дать шоколаду самостоятельно остыть можно поставить в миску с холодной водой даже бросить туда пару кубиков льда можно на балкон вынести в общем осужайте удобным для вас способом я оставляю просто на столе периодически подхожу перемешиваю и смотрю какая температура у меня здесь 34 градуса уже можно добавлять масло какао пропорции я укажу в описании под видео масло какао нужно очень хорошо размешать даже я бы сказала растереть в шоколаде чтобы каждая крупиночка разошлась как только вы увидите что все масло какао разошлось можно проверить шоколад если вы не уверены правильно ли он протемперирован или нет можете взять на ложечку на чайную немножечко шоколада набрать и оставить при комнатной температуре и посмотреть схватывается ли он я в принципе уже давно темперирую этим способом и я точно знаю что все нормально получается и вот уже вижу что масло какао меня уже полностью разошлось можно заполнять формы использую вот такие вот полусферы корпус можно делать несколькими способами можно ложкой или кисточкой распределять шоколад по форме можно залить полностью шоколадом перевернуть и дать излишком стечь но при таком способе нужно намного больше шоколада растапливать чтобы было удобно поэтому я использую просто ложку кисточку это удобно и не нужно ничего пачкать и не нужно растапливать много шоколада распределяю если вы боитесь что корпус получится слишком толстым можно перевернуть форму на доску дать немного стечь и это будет очень хорошей идеей таким образом мы еще и сделаем более равномерные бортики вы знаете густеет шоколад на глазах просто вот уже тут начинает схватываться поэтому работать нужно быстро но это хорошо это свидетельствует о том что шоколад правильно протемперирован даже если он застывает вот при комнатной температуре значит все сделано верно заполнить такие шарики вы можете не только зефирной массой можете приготовить маршмеллоу птичье молоко также это может быть пирожное картошка почему нет будет очень классно то есть идей очень много буквально на минуту переворачиваю форму чтобы немного шоколада стекло и поднимаю так все форма заполнена отправляю ее в холодильник заполняю зефирной массой формочки это не обычный яблочный зефир я уж не стала останавливаться на его приготовление потому что уже миллион раз готовили с вами можете готовить любой зефир ну или как я уже сказала это может быть и птичье молоко или какой-то мусс или суфле зефирную массу нужно разровнять и поставлю в холодильник это я думаю на часик много не нужно он быстро в холодильнике схватится зефир у меня схватился нужно соединить две полусферы в шарик но просто так ведь они не склеятся поэтому поступают следующим образом ставлю пустой ковшик на огонь нужно нагреть дно это может быть обычная кастрюля какая-то чистая сковородка ну или вот ковшик как у меня пока греется ковшик можно достать две половинки смотрите как легко они выходят из формы я думаю достаточно переворачиваю ковшик беру две полусферы буквально чуть-чуть нагреваю чтобы шоколад подплавился и соединяю немножко так вот по краям нужно пройтись убрать излишки шоколада в итоге у нас получаются вот такие вот шоколадные шарики которые нужно еще декорировать шарики получатся ну просто очень классными попробуйте приготовить это очень увлекательное занятие особенно если делать с детками этот десерт получается мало того что классно вы еще и приятно проводите время со своими детьми большое спасибо вам за просмотр до новых встреч пока пока